18 марта состоятся выборы президента Российской Федерации. В Абхазии проживает большое количество граждан России. И здесь также можно будет отдать свой голос за понравившегося кандидата. Около двух месяцев на территории республики работает клуб избирателей, который проводит встречи на самых разных площадках, разъясняя детали процедуры голосования и его важность. Сегодня подобный разговор состоялся в Абхазском госуниверситете. Очень многие из вас являются гражданами и Абхазии, и России. А 18 марта, как вы все хорошо знаете, проводятся выборы президента Российской Федерации. Очень много на телевизионных каналах информации обо всех кандидатах в президенты. Ну, были всякие попытки уже чуть ли не сорвать эти выборы. Откуда это идет, всем нам известно. Но в российской государстве встало на таки. Очень много проблем. Об этих проблемах только говорить и ничего не предлагать – это не выход. Посол России в Абхазии Семен Григорьев отметил важность участия в выборах граждан Абхазии, подчеркнув тесный характер межгосударственных взаимоотношений. И настоящее и будущее Абхазии очень тесно связано с тем, что происходит в России, с той личностью, которая находится во главе России и будет находиться в ближайшие 6 лет. Сейчас на российском телевидении активно идут дебаты кандидатов в президенты. Немало из уст политиков звучало и об Абхазии, и Южной Осетии. И тут, отмечает Григорьев, можно и нужно делать свои выводы. На этот раз, вот на этих президентских выборах, мне кажется, что как-то кандидаты будут особенно откровенны. И вы знаете, что многие из них говорят, например, на тему Крыма, но многие высказывались на тему Абхазии и Южной Осетии. Причем высказывались, ну, скажем так, не вполне ли все приятно. Мне кажется, для Абхазии это важно, знать, что думают российские политики о российско-абхазских отношениях, о том, как они видят будущее Абхазии, и делать из этого соответствующие выводы. На сайтах посольства и Россотрудничества есть объемная информация о процедуре голосования. Меж тем, у избирателей, не пользователей интернета, остается немало вопросов. Ответы на наиболее частые из них дал исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества Дмитрий Кононов. Отсутствие прописки не означает, что вы не можете проголосовать. Вы являетесь гражданином Российской Федерации по наличию у вас российского паспорта, внутреннего или российского зерночного паспорта. Поэтому не переживайте, если прописки нет, также можете прийти на любой участок и отдать свой голос. У граждан России, в том числе проживающих в этом бежон, была возможность создать заявление для включения российских терапий. Если вы этого не сделали, ничего страшного. Просто в виде голосования вы можете прийти на любого участка, который находится наиболее близко к вам. К вашему месту проживания, учебы и работы и их паспорта вас на основании вашего условного прощения включат все-таки выбиратели и выдадут бюджетели. Некоторые выступавшие открыто призывали голосовать за того или иного кандидата. Кто-то был более сдержан. Президент Международного фонда делового сотрудничества Вахтанг Пипи отметил, что сегодня Россия на верном пути. Последнее выступление президента России разложило все по полочкам. И что касается и военной мощи России, и всего остального, и экономического роста, и так далее. В ближайшие 6 лет я уверен в том, что Россия будет только развиваться, Россия будет только укрепляться. И нам это очень важно для нашей страны, потому что первым нашу страну, как уже здесь говорилось, наш суверенитет признала Россия. В сентябре 2017 года проходили выборы в Российскую Госдуму. Тогда граждане России, проживающие в Абхазии и обладающие избирательным правом, отнеслись к голосованию пассивно. Всего лишь 20 тысяч избирателей пришли на участки. Участники встречи активно призывали прийти на выборы 18 марта, проявить свою гражданскую позицию и проголосовать за понравившегося кандидата.